Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон. И мы будем читать 13 главу, в которой рассказывается о том, как Давид забирает ковчег Божий из Кириаф и Орима и о грехе и смерти Левита Озы. И мы читаем с первого стиха и ниже. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильскому, «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской и вместе с ними и с священниками и левитами в города и селения их, чтобы они собирались к нам». И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему. Вот здесь для нас очень интересна очередность действий Давида, которые он как бы начертал. Сначала он советуется с тысяченачальниками, потом он советуется с сотниками, со всеми вождями, то есть известными богатырями, а потом обращается к всему собранию и наставит на том, что если будет на то воля Господа Бога, то соберем священников, священники — это потомки Аарона и левитов, а левиты — потомки Левия, но они потомки Аарона. И оповестим народ в городах и селениях, чтобы все собрались вместе и перенесем к себе ковчег Бога нашего. Имеется в виду из Кириаф и Арима, где ковчег находился какое-то время. Здесь мы видим, что Давид не действует, а авторитарно. Он мог просто приказать, перенести ковчег завета, он держит совет с тысяченачальниками, с сотниками, со всеми вождями и обращается к народу. При этом он не забывает уточнить при этом, если на то будет воля Господа Бога нашего. То есть если Господь позволит, тогда мы совершим то, что мы наметили совершить. И мы знаем, что в книге апостола Иакова говорится, что если кто-то хочет куда-то отправиться, он должен говорить, если буду жив и Господь позволит, то буду там-то и там-то. То есть здесь мы сталкиваемся с проявлением соборности, когда Давид держит совет с самыми разными людьми. И третий стих интересен тем, что здесь сказано, что в одни Саула мы не обращались к нему, то есть к этому ковчегу. То есть эта святыня как бы пребывала в забвении. Может быть, этим и объясняется кризис царствования царя Саула, потому что святыня пребывала в неком небрежении. Четвертый стих. «И сказала все собрание, то есть и народ, и левиты, и священники, из числа левитов, и тысяченачальники, и сотники, и вожди, и сказала все собрание, да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». То есть они рассудили так, что это справедливо, если мы ковчег завета внесем в город Давидов, и он будет находиться в этой новой столице еврейского народа. На самом деле не надо удивляться, что Иерусалим, казалось бы, город, в котором жили язычники, так быстро стал столицей евреев. Дело в том, что с Иерусалимом связаны события из жизни Авраама, Исаака, других известных вождей еврейского народа. То есть это было знаковое место. Но вот где-то с времен Авраама мы это совершенно четко видим. Там было святилище Божие, потому что там служил священник Бога Всевышнего Мельхоседек, царь Салима, то есть царь Иерусалима. По сути дела Давид как бы освободил этот город от язычников и идолопоклонников, а на этом месте Авраам совершал молитвы, на этом месте Иаков тоже совершал свои молитвы. И переживал некие видения. Так что это место было знаковое. Итак, народ принимает решение и выражает его словами «Да будет так». И мы читаем далее, пятый стих. «Так собрал Давид всех израилетян». Напоминаю, до разделения еврейского народа при царе Равааме на Израиль и Иуду вот этот термин «израилетяне» означал всех евреев, включая и происшедших от Иуды, и левитов, и полколена Вениамина, да и все колено Вениамина. Оно было как бы разделено в народе, и все остальные колена. А потом, когда при Равааме произойдет вот это разделение, там уже будет отдельно Израиль и Иудея. Израильтяне и Иудеи. Так собрал Давид всех израилетян, то есть такими словами, таким решением, от шихора египетского, то есть близ границ с Египтом, до входа в Эмав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Арима. То есть народ собрался в великом множестве. «И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, что в Иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его». Я напомню, ковчег – это некий такой ящик, окованный золотом, у которого была крышка, на которой были изображения херувимов со спростертыми крыльями, которые как бы соединялись, приближаясь одно к другому посреди ковчега. И это было то самое место, пространство между крыльями херувимов, откуда звучал голос Божий. То есть голос, если он звучит, мы можем слышать его там справа, слева. А вот люди, которые слышали голос Божий, там Моисей, Аарон, они вот определяют, и в Писании об этом говорится, что вот как раз между крыльями херувимов, то есть по центру крышки ковчега, вот этот голос Вайкра, то есть который взывал голос Божий. В самом ковчеге находились две каменные скрижали закона Моисеева и расцветший жезл Ааронов, ну и там находились некоторые другие предметы. Но об этом мы более подробно говорили, когда были беседы на книге царей. И мы читаем шестой стих. «И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога, Господа, сидящего на херувимах». Почему вот это уточнение Господа, сидящего на херувимах? То есть люди представляли, что они как бы подавляются херувимам, когда они несут этот ковчег, потому что Господь восседает на херувимах. И на этом ковчеге, на котором нарицается имя его, сказано, то есть это объект особого поклонения имени Божьего. Может быть, это связано, прежде всего, с тем, что первосвященник раз в году, в судный день, Иом Кипур, он произносил как раз во святых святых перед ковчегом непроизносимое имя Бога, и все падали ниц. И повезли ковчег Божий на новые колесницы из дома Авенодава. Почему они берут новую колесницу? Потому что нельзя перевозить святыню на колесницы, которая могла быть использована людьми оскверненными. И после того, как колесница использовалась для таких важных действий, как перевозка ковчега, такая колесница сжигалась, чтобы никакого осквернения не было, потому что от ковчега освещалась и подобная колесница. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авенодава. Когда ковчег пребывал в доме Авенодава, надо сказать, что этому дому пришло большое благословение от Бога. Хотя, когда люди, например, после того, как ковчег был освобожден от филистимлян, точнее, филистимляне испугались и сами отдали этот ковчег евреям, некоторые, проявляя любопытство, заглядывали в ковчег евреи и они погибли. от такого небогобоязненного дела. А вот Авенодав, он вел себя правильно, он не приближался, скорее всего, к этой святыне, просто вот на его гумне, в его хозяйстве стоял ковчег. И вот, когда повезли ковчег от дома Авенодава на новой колеснице, и Оза, и Охия вели колесницу. Вот некоторые ошибочно думают, что Оза, который погибает, нечестив, прикоснувшись к ковчегу, он не был левитом. Нет, он был левитом, но он не был священником. Из библейского контекста мы видим, что он действительно был левит, но не был священником, то есть потомок Левия, но не потомок Аарона, поэтому он мог там состоять при колеснице, он мог там носить какие-то предметы, но касаться самого ковчега он не имел права. Иоза и Охия вели колесницу, то есть здесь ничего плохого с ними не происходит. Давид же и все израилетяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтырях и темпанах и кемвалах и трубах. Здесь мы видим разные инструменты, которые издавали разные звуки и это был очень торжественный момент и мы знаем, что они проходили определенное количество метров и приносили жертвы перед ковчегом и это был момент такого крайнего торжества религиозного ликования и в то же время напряжения от богобоязненности. Такой трепет, радостный трепет. И сказано, что играли пред Богом из всей силы. из всей силы имеется в виду со всяческим усердием как физическим так и духовным, то есть они старались передвижение ковчега сопровождать вот такими музыкальными сопровождениями. И далее мы читаем 9 стих и ниже. Когда дошли до гумна Хидона Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. То есть получается так, что дорога как-то искривилась и валы немножко наклонили ковчег и Оза казалось бы он испугался за ковчег и он простер руку свою, чтобы придержать эту святыню, чтобы она не упала. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою ковчегу и он умер тут же пред лицом Божьим. Оза умирает. Давайте посмотрим, какие есть комментарии на это событие. древне древнехристианский экзогет Сильвиан Пресвитер в трактате о правлении Бога писал В законе мы читаем, что даже те люди, которые слегка поступали против священных заповедей, подвергались тем не менее суровому наказанию. И мы должны понимать, что ничего в отношении к Богу нельзя рассматривать с легкостью, потому что даже то, что представляется малой виною, делается великим через несправедливость к Богу. А что может здесь иметься в виду? Озо решил, что ковчег надо поддержать, не понимая того, что на самом деле Бог содержитель, пантократор, по-еврейски эль-шадай, есть тот, который поддерживает все мироздание и равновесие во всей Вселенной. А по закону он не имел права прикасаться к этому ковчегу. И Сальвиан Пресвитер продолжает, что сделал Озо, левит Божий против небесных заповедей, когда попытался удержать наклонившийся ковчег Господа. Закон по этому поводу ничего не предписывал. Однако, как только он прикоснулся к овчегу, он тут же был поражен. Не то, чтобы он проявил высокомерие, не то, чтобы он не осознавал своего долга, но он оказался самим поступком, не соответствующим своему положению, ибо вышел за рамки дозволенного. Вот здесь Сальвиан Пресвитер касается очень такого вопроса, что как бы в Писании нету запрета, вот, такого прямого запрета, что нельзя прикасаться к овчегу. В Писании просто уточняется, что кто может его носить на плечах, кто-то может только к реснице касаться, на которой перевозят к овчег. Мы не знаем, с какими внутренними переживаниями, чувствами, мыслями Оза совершает этот акт. Может быть, он думал, что он оказывает услугу Богу, как будто Бог, некое спотыкающееся существо, которое надо поддерживать. Тогда это был акт богохульства, потому что Бог не является спотыкающимся существом, напротив, он все содержит своим могуществом. Но в любом случае, мы прочитали, но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простил руку свою к овчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим, пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Почему Давид мог опечалиться? Мы можем предположить, что Давид знал этого человека. Кстати, во второй книге царей там говорится, что не просто опечалился Давид, а там буквально говорится, и устрашился Давид в тот день Господа. И ироним Стридонский в трактате против Пелагиан пишет, когда ковчег Господа перевозили в Иерусалим, споткнулись валы, и повозка накоренилась на одну сторону. Тогда Озалевит простер свою руку, дабы удержать наклонившийся к ковчег, и сразу же следуют такие слова, это в книге царей, но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сей до ныни называется поражение Озы, и устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне к ковчегу Господню. То есть сначала он испытывает печаль по поводу этого человека Озы, а потом он просто испытывает страх за самого себя, устрашился, а как я вообще этот ковчег внесу в город, как этот ковчег будет находиться в городе, если в городе живут грешные люди. То есть Давид мог испугаться даже за самого себя. Если вдруг я сделаю что-то не так, то как это все будет происходить. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражение Мозы. Так называется оно до сего дня. И далее говорится так же, как и в книге царей, после того, как опечалился Давид, 12 стих, и устрашился Давид Бога в день тот и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий? И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, обратил его к дому Авидара Гефянина и оставался ковчег Божий у Авидара в доме его три месяца и благословил Господь дом Авидара и все, что у него. То есть вот этот Авидар Гефянин почему он получает благословение ауза смерть? Авидар Гефянин проявляет богобоязненности не касается ковчега. А Оза при всем своем желании поддержать ковчег он все-таки не проявил той богобоязненности которую надо было проявлять поэтому он погибает на месте а про дом богобоязненного Авидара сказано и благословил Господь дом Авидара и все что у него. То есть наличие святыни среди нас среди народа Божия требует особо благочестивого отношения к самой этой святыне. Итак мы окончили чтение исследования 13 главы первой книги Парлипоминон если мы будем живы Господь позволить то в следующий раз мы будем читать 14 главу этой книги.